Здравствуйте, уважаемые друзья! Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в студии Ирина Чекунова. А в гостях у меня Полина Смирнова, государственный инспектор группы технического надзора управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Полина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем наш разговор о том, что сейчас предусмотрено законодательством в техническом осмотре автомобиля и насколько вообще обязательна эта процедура? Технический осмотр автомобильного транспорта у нас предусмотрен федеральным законом от 1 июля 2011 года номер 170 о техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Так, в статье 15 федерального закона прописаны случаи, когда и с какой периодичностью, каким категориям транспортных средств требуется технический осмотр. Начнем с того, что если это мототранспортные средства, легковые автомобили, грузовые автомобили, разрешенные максимальной массой, которых составляет до 3,5 тонн, прицепы и полуприцепы, то технический осмотр в первые 4 года не проводится. Для автомобилей от 4 до 10 лет технический осмотр проводится каждые 24 месяца. Старше 10 лет – каждые 12 месяцев. Если у нас грузовые автомобили, разрешенные максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, то технический осмотр будет проводиться каждые 12 месяцев. Для автобусов, которые не старше 5 лет – каждые 12 месяцев. Для автобусов старше 5 лет – каждые 6 месяцев. В данном случае есть исключение, поскольку легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, в данном случае технический осмотр не требуется. Данные нормы, которые я привела в те 15-е названного уже федерального закона, касаются юридических лиц или если деятельность осуществляется связанная с перевозкой пассажиров. Да, что очень важно. И я обратила внимание, чем старше автомобиль, тем чаще нужно делать технический осмотр, да? Всё верно. Однако есть случаи, когда собственнику легкового автомобиля и мототранспортного средства всё равно потребуется прохождение технического осмотра. В данном случае примерами будет являться эта постановка на государственный учёт транспортного средства, с года изготовления которого прошло более 4 лет, включая год его изготовления. В случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, если с года выпуска, также прошло более 4 лет. В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, например, двигателя, для соблюдения требований законодательства, относящихся к проверке выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации в случае внесения изменений в их конструкцию. Также для такси, автобусов, грузовиков, как я уже сказала ранее. Но, Полин, а вот то, что вы перечислили, любой автовладелец, любое юридическое лицо может ознакомиться в правилах дорожного движения? Это где можно всё посмотреть? Это статья 15 Федерального закона 170-го о техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты от 1 июля 2011 года. Да, правильно, чтобы автовладельцы помнили о том, что предусмотрено и как нужно себя вести. Относительно профилактической операции, вот то, что вы назвали, естественно, всё это надо контролировать, да? И профилактировать технический регламент. Есть такая профилактическая операция, она у нас сравнительно недавно, по-моему, в регионе проводится. Около 2,5 лет. Да, но тем не менее, да, это не 10 лет. Что собой представляет эта профилактическая операция, какая её цель и как часто проходит? Основная цель данного профилактического мероприятия – это защита жизни и здоровья участников дорожного движения в процессе эксплуатации источника повышенной опасности. Мы знаем, что транспортные средства у нас справедливо законодателям отнесены к источнику повышенной опасности. В данном случае техническая его составляющая прямо влияет на безопасность дорожного движения. Профилактическое мероприятие проходит на постоянной основе. В данном случае, если это крупномасштабное, так скажем, общее областное профилактическое мероприятие, то не менее одного раза в месяц. При этом данные нарушения также выявляются в процессе ежедневного несения службы нарядами дорожно-патрульной службы. Участниками это в первую очередь являются сотрудники госавтоинспекции, компетенции которых, согласно положениям технического регламента, относится проверка транспортных средств, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации и прошедших государственную регистрацию, в том числе на наличие внесенных в их конструкцию изменений. К итогам могу подвести итоги для 2023 года. Да, какие нарушения в основном выявляются? Не закончился еще 2023 год. Однако в настоящее время уже проверено 4821 транспортное средство в рамках проводимого мероприятия. Привлечено 1634 водителя к административной ответственности, что свидетельствует о том, что фактически каждое третье проверенное транспортное средство имеет те либо иные технические неисправности. Основными нарушениями были выявлены это несоответствие шин, установленным требованием, неисправность световых приборов, предметы, ограничивающие обзор шторки, светопропускание стекол, управление с внесенными изменениями в конструкцию транспортного средства, управление с непройденным техосмотром. Для грузовиков это превышение дымности. В общем-то, все то, что уже на протяжении многих лет госавтоинспекторы проверяют постоянно, в том числе ведь операции по тонированию стекол. Сколько раз вот лично я выезжала в рейды, и постоянно в каждом рейде выявляются те самые темные стекла, которые ухудшают обзор. Это небезопасно. Какая ответственность предусмотрена за это, и чем вообще объясняют водители? Просто это круто? Совершенно верно вы говорите. Тонировка прямо влияет на безопасность дорожного движения. Первоначально отвечу на вопрос об ответственности. В данном случае ответственность предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Влечет на наложение административного штрафа в размере 500 рублей. В случае, если водитель в процессе оформления административных материалов отказался устранить выявленную неисправность, либо ее устранение на месте невозможно, на основании права, предоставленного сотрудникам полиции ст. 13.28 Федерального закона о полиции водителю выдается требование о прекращении противоправных действий и недопущению впредь аналогичных административных правонарушениях. В случае невыполнения требования, на основании части 1 ст. 19.3 КОАП РФ, это неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, водитель может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам от 40 до 120 часов. Вот у вас, смотрите, как увеличение наказания все начиналось с 500 рублей, да? Действительно. И можно было устранить, и это, по идее, не очень сложно устраняется, но есть такие, попадаются на дороге, типа принципиальные водители, да, которые ни за что не будут. Ну, плати деньги, или же будешь арестованным. На срок до 15 суток. До 15 суток, повторяем, уважаемые друзья, это уже серьезно. Ведь госавтоинспекция не просто так ведь требует устранить такое нарушение, это реально сказывается на аварийности на дороге, да? Человек, у которого темные стекла, он плохо видит то, что вокруг происходит. Действительно, водитель должен знать, что тонированные стекла напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Если затонировано лобовое стекло, то главная проблема с тонировкой – это снижение расстояния, на котором распознается слабоконтрастный, я так скажу, объект. Например, идущий вдоль обочины пешеход. Так еще в 1955 году были проведены первые исследования тонировки, которые показали, что если светопропускание стекол с 88% до 73% снижается, то это уменьшает дистанцию обнаружения цели от 9 до 15% варьируется. При этом ученые исследовали стекла с высоким светопропусканием, даже большим, чем разрешено российским законодательством. По российскому законодательству у нас светопропускание должно составлять не менее 70%. Это прописано и в техническом регламенте, и кроме того, постановлением правительства 837 от 27 мая 2023 года внесены изменения в правила дорожного движения, и там продублированы вот эти вот требования со светопропусканием. Это вот вы сказали, Полин, 50-е годы исследований, но с тех пор и техника изменилась, и скорости стали другими, да? Опасность увеличивается на порядок. Более современные исследования говорят, что данное распознавание снизилось на 22%, снижается, но она прогрессирует. Видите, чем меньше светопропускание, тем возрастает прямо пропорционально процент распознавания слабоконтрастных объектов. Кроме того, следует отметить, что мало кто знает, что тонировка стекла негативно влияет на здоровье человека, водителя. Так в тёмное время суток организм человека начинает вырабатывать мелатонин, так называемый гормон сна, благодаря которому человек может крепко заснуть. Избыток света снижает образование данного гормона, тогда как снижение освещенности повышает его уровень в организме. Таким образом, в тонированном салоне автомобиля у водителя повышается вялость и сонливость, что делает управление транспортным средством крайне опасным, особенно на дальние расстояния. Это очень важное замечание. Вы сказали, уважаемые друзья, будьте внимательны к закону, в конце концов, всё ради вашей безопасности. А что касается резины? Вот сейчас межсезонье, предзимье такое, да? Что прописано в законе относительно так называемой зимней резины, да? Шипы, не шипы, куда бежать автомобилистам? В соответствии с изменениями в правилах дорожного движения, ранее уже обозначало постановление правительства, в настоящее время у нас предусмотрено, что в летние месяцы нельзя управлять шипованной резиной зимней, а в зимней месте нельзя управлять летней. При этом пунктом 5.2 очень важно на этом остановиться. Перечнями неисправностей и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, это приложение к основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденных постановлением правительства от 23.10.1993 года, у нас запрещена эксплуатация транспортных средств зимними шинами, шинами с шипами противоскольжения в случае их применения, установленными не на все колеса транспортного средства. Ага. То есть если на какое-то колесо уже применяются шипы, то и на остальных все это должно быть. Да, нельзя так по оси. Да, тут шипы, тут зимние, тут летние. Да, нельзя, категорически запрещено. Это ведет к аварии? По словам. Да. Ага, понятно. Значит, сейчас вот что касается зимняя резина зимой, допустим. Зимняя дорога считается та, которая уже покрыта снегом, где образуется наледь, да? В отличие от летней дороги, с которой эта наледь сходит, ну, допустим, в апреле начинается потепление, с апреля мы можем менять резину. Как только уже стабильна температура плюсовая, можно менять резину. Вообще исследования показывают, что наилучшее сцепление с дорогой показывают летние шины при температуре плюс 10 градусов. Да. Соответственно, как только устанавливается плюс 10 градусов температура, рекомендуется менять резину на лето. В случае, когда температура опускается до 10 градусов, плюс 10. Плюс 10. Да. То рекомендуется менять резину на зиму. То есть плюс 10 градусов – это вот такая вот черта, да? Как и сказано, это следование. О которой нужно помнить. Да. Или в безопасности. Полина, если всё-таки выявляется нарушение, ответственность предусмотрена за грубые нарушения, если у водителя два колеса зимних, два колеса летних? Я так хочу, типа. 12.5, часть 1, опять же. Я и запрещение эксплуатации. Но проверяются тоже в процессе рейда, всё это проверяется. Конечно, безусловно. Акцентируется особое внимание в условиях осенне-зимнего периода. В данном случае уже сейчас мы знаем погодные условия. Уже надо было необходимо всем поменять резину в целях соблюдения безопасности, поскольку коэффициент сцепления с дорожным покрытием на летних шинах, мы сами знаем, что сильно снижается в подобных погодных условиях. И сама вот когда я бываю, выезжаю часто на аварии и смотрю вот машина, которая попала в ДТП, госавтоинспектор подходит, смотрим резину, оказывается вот зимой, оказывается летний. Вот и вывод. Кроме того, необходимо помнить и про остаточный рисунок протектора шин. Также в правилах, в основных положениях под опуску транспортных средств указаны все требования. Необходимо следить за тем, чтобы не было износа протектора шин. Поскольку в настоящее время в госавтоинспекции есть средства диагностирования шин, это штангель-циркуль, и он постоянно в рамках надзора за дорожным движением он применяется. Техническое средство. Полин, наверняка задают вам вопросы, как можно законно переоборудовать свой автомобиль. Вот вы называли, какие выявлены нарушения, что можно, что нельзя. Например, как заменить двигатель? Можно ли его каким-то образом законно заменить и как это сделать? Да, конечно, можно заменить двигатель, но в данном случае следует помнить, что если модель двигателя остается идентичной, меняется лишь номер самого двигателя, в данном случае данная процедура не будет подпадать под переоборудование. Однако, если модель двигателя изменяется даже на одно, так скажем, на один номер в модели или буквенное обозначение, то в данном случае уже будет переоборудование. В соответствии с пунктом 75 технического регламента Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности внесения изменений и последующей проверки безопасности конструкции и технического осмотра транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями. Порядок выдачи у нас госуслуга делится на два этапа, можно сказать. Это первоначальное получение разрешения на внесение изменений в конструкцию. Разрешение мы где получаем? В подразделениях. Сейчас я чуть-чуть об этом расскажу. Первоначально водителю стоит помнить, что необходимо обратиться в аккредитованную сертифицированную лабораторию, в которой получить такой документ, как заключение предварительной технической экспертизы, после чего обратиться в соответствующее подразделение с заявлением о выдаче разрешения. Документ, удостоверяющий личность заявителя, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, представляется доверенность, договор, либо иной документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов собственника владельца транспортного средства. Названы уже мной заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений, соответствующие требованиям правил внесения изменений в конструкцию, находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Как только заявитель получает заключение, заполняет заявление, обращается в подразделение с заявлением, данное заявление рассматривается трое суток. По результатам заявления госавтоинспекция либо разрешает провести переоборудование, либо запрещает соответствующее уполномоченное должностное лицо. В случае разрешения внесения изменений в конструкцию транспортного средства собственник транспортного средства обращается в сертифицированный сервисный центр, вносит изменения в конструкцию, обращается в испытательную лабораторию, где получает протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства, проходит технический осмотр и обращается в госавтоинспекцию. Отметить важно, что за выдачу разрешения госпошлины у нас сейчас составляет 1000 рублей, за выдачу свидетельства о безопасности конструкции, это финал, так скажем, в услуге, 1300 рублей. После чего собственник транспортного средства обращается в регистрационное подразделение, где вносит соответствующие изменения в регистрационные документы. Ответственность для тех, кто переоборудует машину самостоятельно и не проходит все эти этапы, о которых вы сейчас рассказали? Согласно пункту 7.18 перечня неисправности, запрещена эксплуатация транспортного средства, в конструкцию которого внесены изменения без разрешения госавтоинспекции. Данное влечет за собой привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КОАП РФ по следующим направлениям копии административного материала для аннулирования регистрации транспортного средства. Данное действие у нас уже опробировано судебной практикой. Есть уже судебная практика, да? Кроме того, следует иметь в виду, что под действием части 3 статьи 12.5 КОАП РФ подпадают случаи установки на транспортное средство световых приборов, на которых используются лампы, несоответствующие типу данного светового прибора. За данное правонарушение уже предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 6 до 12 месяцев с конфискацией предмета совершения административного... Да, это уже серьезно, конечно. Кстати, Полин, вот мы сейчас, может быть, многие думают, что мы говорим про Тверь непосредственно, куда можно обратиться, чтобы согласовать изменения. В районных центрах Верхнего уже есть такая возможность обратиться и как-то вот пройти этот путь? Да, конечно. Государственная услуга у нас оказывается как на территории города Твери, так и в районных подразделениях. Например, на базе отделения ГИБДД и МОМВД России Бежицкий по адресу город Бежицк, улица Чехова, дом 15. А отделение ГИБДД и МОМВД России Вышневолодский, это город Вышневолочок, улица Рабочая, дом 38. Отделение ГИБДД и МОМВД России Ржевский, это город Ржев, улица Волосковская горка, дом 8. Прием граждан осуществляется в четверг с 8.30 до 13.00 еженедельно. В Твери для того, чтобы эти изменения в конструкцию транспортного средства, у нас можно обратиться в два подразделения. Первое – это межрайонное отделение технического надзора и регистрация автомототранспортных средств ГИБДД и МОМВД России по Тверской области. Помещение МРЭУ ГИБДД и МОМВД России по Тверской области по адресу город Тверь, Волоколамский проспект, дом 7, корпус 3. Прием граждан вторник с 14.00 до 17.00 и пятница в такое же время. И в отделение ГИБДД ОМВД России по городу Твери. Место приема также, однако меняется время приема. Это среда с 8.30 до 13.00 и четверг с 8.30 также до 13.00. Но, тем не менее, возможностей есть и возможностей много. А вообще-то много желающих переобордует свой автомобиль? Да, действительно много желающих. По итогам третьего квартала 23-го года в подразделение ГИБДД ОМВД России по Тверской области поступило 698 заявлений, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и 661 заявление, связанное с выдачей свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными его конструкцию изменениями требованиями безопасности. Теперь перейдем к несколько другому виду транспорта. Я знаю, что сотрудники ГИБДД плотно работают по проверке автобусов. Существуют и рейды. Насколько высокая аварийность по вине водителей автобусов? И что делается, чтобы уменьшить число таких аварий? На сегодняшний день по вине водителей автобусов у нас зарегистрировано 30 ДТП, в которых 40 человек получили ранения. Погибших не зарегистрировано. В прошлом году, на сегодняшний день, это было 31 ДТП, в которых 1 человек погиб, и 37 человек получили ранения. Большинство ДТП произошли в городе Твери, а именно 22 ДТП, в которых 28 человек получили ранения. В других районах Тверской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 12 человек получили ранения. Погибших не регистрировано. Причинами вышеуказанных ДТП явились такие нарушения, как несоответствие скорости к конкретным условиям движения, выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости, нарушение правил перевозки людей, невыполнение требований обеспечения безопасности при начале движения. Практически вы перечисляете те же самые причины, мы всегда называем в авариях легковых автомобилей, да? То есть водители точно так же автобусов, которые перевозят пассажиров, не выполняют те же самые элементарные часто правила безопасности перевозки. А как вообще оформить организованную перевозку детишек? Потому что сейчас и каникулы, и новогодние праздники, скоро это будет актуально. Ведь тоже або кому это делать нельзя? Действительно, данный вопрос является обширным. Остановлюсь лишь на некоторых моментах основных. Вообще данный вопрос регламентирован постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года, номер 1527, об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами. Первоначально следует определиться, что такое вообще организованная перевозка групп детей. В пункте 1.2 правил дорожного движения установлено, что организованной перевозкой группы детей является перевозка в автобусе, не относящимся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек. Больше 8. Да, осуществляемая без их родителей и иных законных представителей. В случае, если организованная перевозка групп детей осуществляется одним или двумя автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделении ГИБДД на районном уровне, по месту начала организованной перевозки группы детей подается соответствующее уведомление об организованной перевозке. В случае, если указанная перевозка осуществляется тремя автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусами, патрульными автомобилями госавтоинспекции. Уведомление подается лицом, планирующим организованную перевозку групп детей, в соответствии с формой, предусмотренной приказом МВД России от 23 июня 2021 года, номер 469, об утверждении формы уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами. Подача уведомлений об организованной перевозке групп детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала в городском и пригородных сообщении. Вот, Полина, это очень важно. Давайте мы вот на этом остановимся по детям, потому что программа подходит к концу, а мне очень еще хочется задать один вопрос, который актуален для нашего города. Это контроль работы легкового такси. Я знаю, что сейчас это актуально. Да, действительно. В рамках надзора за дорожным движением и посредством проведения профилактических мероприятий у нас по линии технического надзора проводится значительное количество различных мероприятий, в том числе легковое такси, можно его так назвать. Вот по результатам, может быть, последнего рейда что показало? Остановлюсь за этот год и отдельно последний рейд, как раз он был в субботу. Да, да, да. Две минуты остаются до конца эфира. Поняла. За истекший период 23-го года в ходе проведенных мероприятий на территории города Твери, только города сейчас я замечу, проверено свыше 5000 транспортных средств, выявлено 2116 нарушений административных правонарушений водителями легкового такси. Много, да. Установлено 104 факта нарушения требованиями водителей статьи 14.1 КУАП РФ, незаконное занятие предпринимательской деятельности. Нет лицензии. Нет лицензии, да. В минувшую субботу у нас было профилактическое мероприятие, в ходе которого было выявлено 21 факт нарушения требований статьи 14.1. Кроме того, было установлено 5 фактов управления транспортными средствами без наличия российского национального водительского удостоверения. Ничего себе. Отстранены водители? Безусловно. Потому что это очень серьёзное нарушение. Такая работа продолжается постоянно по проверке легкового такси? Так же, как и технический регламент, на постоянной основе не менее одного раза в месяц. В данном случае у нас только за прошедшую неделю было два таких оперативно-профилактических мероприятия, два легкового такси. Полин, я бы хотела, чтобы вы для всех, кто заинтересовался нашей беседой, кто хочет подробнее узнать о тех вопросах, которые мы сегодня упомянули, и много вопросов, которых мы не успели рассказать, ваш телефон, куда можно обратиться, где получить, возможно, консультацию, ответ на какие-то вопросы? Да, конечно, можно обратиться по телефону код города Твери 4822 66 78 46. Это вот группа технического надзора управления ГИБДД по Тверской области. С радостью ответим на все вопросы. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Полина Смирнова, государственный инспектор группы технического надзора управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Очень важные вопросы. И мы делаем вывод, что нужно следить за своим автомобилем и соблюдать закон. Безусловно. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Будьте здоровы. Соблюдайте правила дорожного движения. Всего доброго. До свидания.